Село Троицкое. Здесь живет около 10 тысяч человек. Много молодых семей и детворей. Практически каждый из них внес свою лепту в строительство нового мемориала. Его уже прозвали народным. На самом деле памятное место здесь, конечно же, было. Цветы погибшим во время Великой Отечественной войнам приносили вот к этому камню. Но в селе много солдат, которые служили в Чечне и Афганистане, и тоже не вернулись домой. У них должен быть свой памятник. Так решили их боевые друзья. И начался благотворительный марафон под названием «Мемориал». Это, конечно, с потом и кровью, и нервами. Но все получилось. Ну, легкого никогда ничего не бывает. В Троицком и других районах края провели более 20 мероприятий. Концерты, патриотические встречи, спортивные соревнования. Неравнодушные люди сбрасывали в общую копилку кто сколько может. Изначально думали, что на строительство мемориального комплекса достаточно будет 300 тысяч. Но в процессе работы организаторы поняли, что денег понадобится значительно больше. В результате мы набрали в общей сложности около 700 тысяч рублей. Плюс предприниматели, плюс районные власти. И еще огромная помощь нам поступила от депутата Государственной Думы Александра Сергеевича Прокопьева. Замечательный человек. Мы лично с ним встречались. И эта встреча для инициативной группы тогда стала глотком свежего воздуха. Дала новые силы для продолжения задуманного. Говорят, был момент, когда начали опускаться руки. Люди подумали, что мемориал превратится в долгострой. Но нет. Торжественное открытие состоялось в обещанный срок. И теперь 14 мая 2017 года. Для жителей Троицкого знаменательная и даже историческая дата. Вы рады, что есть теперь такое памятное место? Конечно, конечно. Мы очень рады. Я, например, очень рада, что память – это для молодого поколения. У меня брат погиб в Чечне. И получается, это отдать память в честь его тоже. Простые ребята могут подойти и покланяться тем, которые погибли. И, например, вспомнить, как это памятное событие для родного края, для родного поселка, села. С цветами для кого? Ну, для погибших воинов, для друзей, мужа, которые погибли в эту войну. Вы здесь сюда регулярно приходите? Да, мы приходим. Я внука привожу сюда, объясняю им, что это, для чего. Мы ведь тоже не хотим закончить этим. У нас 38 сел. У нас порядка 40 памятников по селу. И где-то они достойные, где-то уже пришли в состояние вот такое. Мы думаем, что их пора приводить в достойный вид. А для этого… Ну, эта работа очень длинная, длинная. Но она благодарна и необходима. А жители Троицкого пообещали, что на этом мемориале всегда будут свежие цветы. Ветераны локальных войн дали слово наводить здесь порядок и чаще проводить встречи с молодежью. Ведь теперь в селе есть мемориальный комплекс, за который не стыдно перед живыми и перед ушедшими. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.